18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Участвовало 167 наших жителей, анапчан. 12 не пришли с этой войны, погибли. В память о тех, кто не вернулся из-за речки. Годовщину вывода войск из Афганистана в Анапе отметили памятным митингом. Сейчас есть такие виртуальные экскурсии, как экскурсия 360, когда мы смотрим полную панораму. Первые шаги в большую науку. Анапские студенты разрабатывают собственные методики обучения и готовы их применять в анапских школах. Когда его взбиваешь вручную, он обогащается кислородом и всеми веществами, которые ему нужны. Чтобы блин не вышел комом, как приготовить вкусный, тонкий и ажурный символ масленицы – советы от шеф-повара. Анапа представила свои проекты на российском инвестиционном форуме в Сочи. Он стартовал сегодня и продлится два дня. Это уникальная деловая площадка для продвижения инвестиционных возможностей региона. Стенд Анапа посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Мэр города Юрий Поляков познакомил главу региона с нашими проектами. Это строительство санаторного комплекса класса 5 звезд и стоимостью более миллиарда рублей. Также парк развлечений в селе Суко, ледовый дворец и торгово-развлекательный комплекс аналогичной Красной площади в поселке Виноградном. Всего курорт привез в Сочи пять инвестпроектов и столько же инвестиционно-привлекательных площадок под строительство соцобъектов. 29 лет миновало с тех пор, как советские войска были выведены из Афганистана. В годовщину этой памятной даты анапчане собрались в сквере боевой славы, чтобы почтить память воинов-интернационалистов. Портреты тех, кто не вернулся, как говорили тогда, из-за речки, подразумевая реку Пянш, по которой проходила граница СССР и Афганистана. Большинству из них не было 20-ти, как и рядовому советской армии Олегу Бондаренко, сыну Лидии Константиновны. Он погиб в 1984 году, был в головном бронетранспортере, когда машина попала в засаду на перевале. Когда это случилось, я сказала, мне сказали, поймите, что рядом граница, если мы не станем туда на защиту, то нас, говорят, сразу могут тоже зайти, поэтому мы должны. Лидия Константиновна рассказывает эту историю юным анапчанам, наследникам города воинской славы. Сегодня ее сын снова в строю вместе с ветеранами, а также теми, кто пришел отдать дань уважения всем советским солдатам, принявшим участие в той войне. Участвовало 167 наших жителей анапчан, 12 не пришли с этой войны, погибли на войне, и 28 человек стало инвалидами войны. Мы всегда должны говорить об их героическом подвиге. Мы помним павших парней, мы приносим извинения женам и матерям, мы гордимся нашими ветеранами Афганистана. Пусть время лечит ваши души, пусть время лечит ваши раны. Матерям погибших вручили общественные награды, память о сыне воине, двум ветеранским организациям, благодарственные письма главы города. Воины-интернационалисты сегодня принимают активное участие в воспитании молодежи. Большинство юношей и девушек, которые пришли сегодня в сквер боевой славы, родились уже в новом тысячелетии. Александр интересуется историей, хотя и на любительском уровне. Сравнивает войну в Афганистане с сирийским конфликтом, о котором сегодня достаточно пишут в интернете. Там меряемся силами, можно сказать, гонка вооружений или как-то так. Не совсем то же самое, но есть моменты, которые похожи. Идет слух, что американцы же ведь спонсируют ИГИЛ, но это не точно, но слух все-таки идет. И в Афганистане примерно так же было. Они действительно спонсируют. История постепенно расставляет все по своим местам. За каждый ее урок отданы жизни, поэтому забывать их нельзя. Просто для того, чтобы не повторять ошибок. Годовщину вывода советских войск из Афганистана отмечают ежегодно. В будущем году будет 30-летний юбилей. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Тяжелее всего на этой войне пришлось разведывательным батальонам, бравшим на себя первые удары. Домой вернулись немногие. Служба в Афганистане в знаменитом подразделении 781 отдельного разведывательного батальона проходил и анапчанин Роберт Лавров. Вместе со служивцами ему довелось первому войти в Афганистан для проведения боевой операции. О том, как нелегко пришлось нашим землякам и чем они дорожат сейчас, в сюжете. Роберт Лавров попал в Афганистан в декабре 79-го года. Именно его подразделение первым ступило на афганскую землю. Дошло до Кабула, заняв позиции возле дворца Амин. Один из самых ожесточенных боев происходил в Баграме, зоне, куда и выдвинулись разведчики. В отряд брали лишь добровольно из-за сложности и опасности выполняемой операции. Больше всего, что, как говорится, запомнилось тогда, в тот момент, когда старшина нашей роты, мы еще тогда друг друга не знали, он сказал, говорит, ребята, если хотите вернуться домой, как действительно мужики, с наградами, с боевыми, прямой путь в разведку. Ну и как бы вот, что у нас в нашем подразделении все 100% награжденные. Однако вернулись не все. В живых разведчиков осталось единицы. Для Роберта Лаврова служба в Афганистане закончилась 14 февраля 1985 года. Для него это второй день рождения. Сейчас ветераны стараются держаться вместе. Не зря вот это слово дано нам, воины-интернационалисты. Это до сих пор в наших сердцах и в душах. И благодаря этому то, чего мы прошли, конечно, коре и печаль видели, но благодаря этому у нас сплоченность еще стала сильнее. И до сих пор мы вместе встречаемся, общаемся, дорожим друг за другом, поддерживаем и в гости ходим. Роберт Лавров признался, побывав на войне, по-особенному начинаешь ценить время, проведенное семьей. И сегодня он старается как можно больше внимания уделять близким. Однако всегда находит время, чтобы зайти в штаб, пообщаться с боевыми товарищами. Здесь на полках хранятся военные фотографии и тактические карты, привезенные из Афганистана. О времени, выпавшем на их долю, в 80-х годах ветераны рассказывают и подрастающему поколению. Проводят классные часы и встречаются с юными кадетами, чтобы не был забыт их подвиг и жертва павших сослуживцев. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. У каждого времени свои герои. Под таким названием в Центральной библиотеке прошел час военной истории, который посвятили памяти воинов-интернационалистов. Со студентами анапских вузов и учащимися кадетской школы пообщались действующие военнослужащие и ветераны боевых действий. Военнослужащие на своем примере показали, что значит любить родину и не спасать перед трудностями. С помощью карт в презентации участникам встречи рассказали о ходе сирийской и афганской войн. Неподдельный интерес студентов вызвали рассказы ветеранов, побывавших в горячих точках. Наше поколение должно знать своих героев, должны знать подвиги военнослужащих и их продолжать и приумножать. Не дай бог, конечно, чтобы наши дети участвовали в каких-то локальных войнах, но к этому надо готовиться и всегда стоять на страже своей родины. Это люди, которые прошли через горячие точки, видали смерть своих товарищей и знают, что такое служба, что такое защитник Отечества. Напрямую общаясь с героями, школьники и студенты намного лучше погружаются в историю родной страны. Также это отличный шанс примерить на себя армейские будни, ведь многие ребята – будущие защитники Отечества. Приглашенные гости выражали в своих выступлениях одну самую важную мысль – молодое поколение должно знать подвиги своих героев и быть готовым защищать родину. Сегодня 75 участковых избирательных комиссий приступили к работе по информированию населения. Жителям города-курорта напомнят номер и адрес их избирательного участка, а также о новой возможности проголосовать на выборах в любой точке страны. На столе в городской избирательной комиссии специальные наборы. В них значки с символикой для членов участковых избиркомов, печати, а также первая партия листовок памяток. На них указан порядок, по которому избиратель, независимо от региона проживания, может обратиться в любую избирательную комиссию страны и написать заявление о желании проголосовать, также в любой точке России. Ему необходимо лишь знать примерный адрес, по которому он будет находиться в день выборов 18 марта. Для этого нужно написать заявление в пункте приема заявлений. С 31 января по 12 марта мы работаем в территориальной избирательной комиссии, принимаем такие заявления в МФЦ города-курорта Анапа, либо на сайте государственных услуг. А такое заявление подать в участковую избирательную комиссию, замечу, в любую участковую избирательную комиссию Российской Федерации, избиратель может подать с 25 февраля по 12 марта. Любой гражданин Российской Федерации приезжает в любой пункт приема заявлений, обращается, его посредством системы ГАЗ-выборов передает Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в базу, его исключают из списков избирателей по месту регистрации и включают список избирателей посредством реестра в список избирателей по месту нахождения. Важен каждый голос. Сделать свой выбор 18 марта активно готовится молодежь. Ребята, представляющие санаторно-курортную отрасль Анапы, поделили своим мнением, почему так важно принять участие в этих выборах. Я, конечно, пойду на выборы. Это же здорово. У меня есть такая возможность проголосовать, сделать свой выбор. Именно я выбираю свое будущее. Это же очень здорово, когда Родина, которую я так люблю, слушает меня, интересуется моим мнением. Мне кажется, не везде есть такая возможность, а в нашей стране есть. Наши деды ради нашего светлого будущего, они сражались, гибли. А сейчас для того, чтобы выбрать свое будущее, сделать правильный шаг, достаточно просто прийти на выборы. Так как я работаю с несовершеннолетними детьми, они еще не могут сделать свой выбор, то я, идя на голосование, я голосую не только за себя, но и за своих детей. Потому что мне важно то, в каком будущем они будут жить. Мне важно, чтобы они жили в предстоящей стране, чтобы они имели все, что они хотят. В анапском филиале МПГУ привлекли рекордную сумму в виде грантов на научную деятельность. В колледже и вузе действует студенческое научное общество. По словам преподавателей, молодые люди часто предлагают достаточно смелые идеи. Я наукле лимбистикой, я помогаю одному наводу перенять мудрость другого навода по помощи языка. Language is a dress of salt and a brush for a gastronomy. Это студенты, которые параллельно с получением образования делают свои первые шаги в научной деятельности. В греческой тоге Мирослава, будущий педагог младших классов, учится на третьем курсе колледжа и уже работает секретарем кафедры естественно-научного образования. Ее уже ждут в одной из школ. На работу она придет не с пустыми руками, а с собственной методикой. Будущий педагог разрабатывает проект по проведению виртуальных экскурсий. Не выходя из класса, можно познакомиться с интересными местами, артефактами древних цивилизаций, шедеврами мирового искусства и зодчества. Разрабатывается проще простого, просто через самые обычные программы, такие как даже в Борде можно сделать, самые простые виртуальные экскурсии. Но сейчас есть такие виртуальные экскурсии, как экскурсия 360, когда мы смотрим полную панораму. Виртуальные экскурсии сейчас проводятся по всевозможным музеям. Это начиная от Третьяковской галереи, хотя она достаточно продолжительная, но мы можем просмотреть практически все залы, даже в 360. По словам Мирославы, такая технология, с одной стороны, удовлетворит любопытство и расширит кругозор. С другой, появится желание увидеть все вживую, когда представится возможность. В научном обществе ВУЗа сегодня состоят 200 студентов университета и колледжа. Примерно пятая часть. Они принимают участие в конференциях, семинарах. Они молодые, они дерзкие, они активные. У них могут быть самые какие-то идеи из области фантастики, но потом, как правило, они применяются. Они не боятся дерзать, не боятся новых открытий, новых идей. Они молодые, и этим все сказано. За год в ВУЗе привлекли в виде грантов более 2 миллионов рублей. Сумму назвали рекордной. По итогам года научное студенческое общество пополнилось на 10 человек. В ВУЗе говорят, что их выпускники, выбрав анапский филиал, скорее всего, останутся работать в городе-курорте. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В масленичной неделе только в одном из анапских ресторанов опекают по 500-700 блинов в день. Повара говорят, что блинный бум закончится уже в начале следующей недели, но даже в обычные дни блины остаются одним из самых любимых блюд у жителей России. Они могут быть классическими или изысканными, с добавками и без, с ними сочетается практически любая начинка. Шеф-повар рассказал и показал нашим корреспондентам маленькие нюансы, которые делают блин особенно вкусным. Блин – это маленькая вселенная, так говорят профессиональные повара. Все, что любит человек, можно сочетать с блинами. То есть это будет соотношение от того с соли, будут они соленые или будут они сладкие. В этот раз едва солоноватые блины с начинкой, из куриной печени, с морковью, луком и сливками. Будет фирменное масленичное блюдо этого года в ресторане грузинской кухни. Грузия любит печень, у них очень много блюд, где содержат свои ингредиенты. Морковь обжарить с луком, затем добавить печень, спустя пару минут залить сливками, оставить, чтобы они впитались. Можно приступать к блинам. Куриные яйца, соль, молоко, мука. И гнать прочь соблазн использовать блендер или миксер. Когда его взбиваешь вручную, он обогащается кислородом и всеми веществами, которые ему нужны. Тесту. За счет этого оно получается очень тонкое. На кухне никаких весов или мерных стаканчиков, впрочем, как и у многих хозяек. Также на глаз необходимо решить задачу, скорее из-за разряда философских. Тесто не должно стекать с венчика, при этом оставаться жидким. Оно должно немного постоять, чтобы мука впитала влагу. После этого в ход идет запас молока. Также нужно добавить чуть растительного масла. Выпекать блины можно на любой удобной сковороде, на сливочном масле. Сливочное масло даст им пористость. Чтобы первый блин не вышел комом, сковороду необходимо прогреть. Тесто – это еще одно из измерений блинной вселенной. Примерно на треть пшеничную муку можно разбавить любой другой – рисовой, гречневой. Кукурузная добавит воздушности, нутовая – наоборот, жесткости. Такие эксперименты по плечу любой хозяйки – неотъемлемая часть поварской профессии. Мне нравится, что всегда что-то новое, всегда экспериментируешь над новым чем-то. И самое главное, что создаешь людям радость. Когда ты видишь, что человек ест то, что ты придумал, это приятно. В масленичные дни Светлана и ее команда готовят примерно по 500-700 блинов – обычных и с начинками. Своё мастерство анавские кулинары покажут в это воскресенье на театральной площади в рамках блинного фестиваля. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Побывать на блинном фестивале может любой желающий. Напомним, 18 февраля на театральной площади разгуляется широкая масленица. Кроме угощений, гостей ждет большая развлекательная программа. Театрализованные представления, выступления творческих коллективов, конкурсы и интерактивные площадки. Принять участие в народных гуляниях приглашаются все желающие. Начало в 11 часов. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Она по регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300.